Больше времени, нежели я, где-то с 70-х лет. В 74-м году, да, в 74-м году это началось совершенно анекдотически, то есть я написал книгу стихов, которую послал советский писатель. Мне было 20 лет, я жил в Ташкенте, и как все советские люди в это время, в 20 лет, все мы считаем себя гениями. Отправил книгу, ожидая, значит... В 29-м году узнали, что их должны ночью арестовать, Света, проходи вперед, ты будешь выступать, вот, значит, что их должны арестовать, имущество забрать, ну, началось вот после НЭПа, там все это. И они на пролетке, значит, умчались через всю Сибирь до Казани. Два человека, два брата. И от них в Казани произошли две семьи в Укарае, вот от одного и другого. И должна сказать, что там в Сибири, каким молоком вскармливают, какой кобылицей этих татар, я не знаю. Но люди... Поэзию для него было проще, чем прозу на венгерском языке. И, конечно же, Венгрия была лишь началом, поскольку вы прекрасно знаете, но измерением его творчества, его жизни были не только родственные ему татарский русский язык, это человек, а не этого таланта. Мы знаем о том, что Равиль был великолепным поэтом, писателем, исследователем, переводчиком, журналистом и так далее. Он Равиль, он прожил жизнь, как он сам писал, в ином мирах. Я это называю инобытие. То есть человек жил не только в актуальной своей... С ним родственные узы, я могу петь дифферамбы всем своим, ближайшим родственникам, как было сказано, инженерам, преподавателям высших школ и когда приехать сюда и говорить сегодня с вами. Но прежде чем читать стихи на французском языке, переводы победителей нашего конкурса, я бы, конечно, хотела немножко сказать о том, как я вижу творчество Равиля и почему же он мне так дорог. И почему он дорог очень многим людям, которые сидят сегодня здесь. Я думаю, что мы разделяем с вами общую, какую... Субтитры создавал DimaTorzok